Всем добрый день, всем мира и добра, меня зовут Валерия, сегодняшнее видео на Вена вашими ко мне обращениями. В последнее время, ну просто шквал электронных всевозможных писем от подписчиц, от зрительниц моего канала, никого не буду называть, как я и обещала, да, но проговорю. Так вот, очень многие женщины пишут мне с одной и той же проблемой, помогите восстановить ногти. И как оказалось, медицинским языком в анамнезе у них у всех это длительное время они делали гелевое наращивание ногтей. То есть, именно гелевое наращивание ногтей привело их к тому, что их ногти сейчас в ужасном состоянии. Более того, некоторые из них уже несколько месяцев пытаются безуспешно восстановить свои ногти. Как они пишут, сделали уже все, что только можно, но ничего не помогает. Поэтому давайте мы сегодня поговорим о последствиях гелевого наращивания. Я подскажу, что можно сделать в этой удручающей на самом деле ситуации. Ну, во-первых, две женщины, которые мне писали, как оказалось, у них грибок ногтей. Здесь грибок может быть на самом деле по двум причинам. Первая причина – это то, что грибком мог заразить их мастер маникюра. То есть, не секрет, это я никого не обвиняю, да, не секрет, что грибок ногтей можно передать банально через пилочку, если она не индивидуальная. Не говоря о том, что бывает мастер маникюра, ну, там, не продезинфицировал достаточно, да, не успел. Плюс иногда бывает грибок в начальных стадиях, что даже мастер маникюра может его не заметить, да, или не понять, что это грибок, и просто передать другой клиентке. Поэтому, первое, да, это риски, да, то, что мы получили грибок от мастера, то есть через мастера, точнее, от другой женщины. И второе, что под воздействием гелевого наращивания наши ногти настолько изменяются, становятся тонкими, сухими ломками, что неудивительно, что мы можем подцепить грибок, да, из-за того, что меняется наш ноготь, меняется ногтевая пластина. Поэтому и то, и то, в принципе, нас уже не должно волновать, где мы подцепили этот грибок, да, то ли у мастера, то ли из-за того, что наращивание на нас так повлияло. Грибок есть грибок, его придется, конечно, лечить, конечно, лучше у специалистов. Вот, но есть еще одни очень страшные моменты. Во-первых, смотрите, гелаки сами по себе очень часто содержат вредные вещества, да, вредны не только для ногтей, поскольку под гелем наши ногти перестают дышать. И несмотря на то, что это мертвая ткань, казалось бы, но ногтевая пластина должна дышать, ногтевая пластина должна контактировать с водой, ногтевая пластина должна получать питательные вещества. Допустим, если мы с вами ежедневно ухаживаем и смазываем свои руки кремом, не зря же есть крем для рук и ногтей, крем для рук, ногтей, кутикул и так далее, тому подобное. Ну, то есть, несмотря на то, что это мертвая ткань, она тоже нуждается в кислороде, в питательных веществах. То есть, она общается с окружающей средой, скажем так. Поэтому на состоянии ногтей, точнее, для хорошего состояния ногтей нам нужно, чтобы ногти иногда наши отдыхали от геля. Это первый момент. Второй момент, то, что я уже начала говорить, то, что гель лаки очень часто содержит вредные вещества. Не только талол, формальдегиды и так далее и тому подобное. Вредные не только для ногтевой пластины, поскольку они пересушивают ее и разрушают, но и вредные для нашего здоровья в целом. Поэтому некоторые люди, которые делают гелевое наращивание, страдают от экзем, от аллергических каких-то реакций и так далее и тому подобное. Поэтому нужно мало того, что делать, если мы делаем гелевое наращивание качественными гелями, так еще и нужно периодически давать отдых своих ногтям, для того, чтобы они спокойно дышали, контактировали с водой и получали питательные вещества. Но еще, что очень страшно и то, о чем сейчас говорят специалисты и начинают бить в набат, это сушка именно гель лака. Сушим мы в специальных вот этих аппаратах с ультрафиолетом. Я, кстати, тоже не исключение. Я в течение года наращивала ногти. И потом до меня дошло наконец-то, что я врежу своему здоровью и я сняла гель лак уже больше двух лет, не могу нормально восстановить свою ногтевую пластину. А я только в течение года делала. Так вот, вот эти самые ультрафиолетовые лампы, которые сушат наши ногти, они тоже значительно вредят. Во-первых, ультрафиолет высушивает нашу ногтевую пластину, поэтому опять-таки не удивляйтесь, что мы с вами ее разрушаем под воздействием этой ультрафиолетовой лампы. Но самое страшное, о чем сейчас говорят ученые, я оставлю ссылку в описании под этим видео, это то, что ультрафиолет воздействует на наши ногти, повышает риски развития рака. Во-первых, они четко установили, что 20 минут воздействия ультрафиолетовой лампы на наши ногти приводит к тому, что гибнет до 30% клеток кожи. Представляете, но мы же не только на ногтевую пластину, мы же еще на кожу воздействуем. Плюс уже описаны случаи редкого рака кожи вокруг ногтевой пластины. И ученые говорят, что риски вот этого развития рака кожи, да, редкого, они будут только увеличиваться. Чем чаще женщина будет ходить на гелевое наращивание, чем чаще она будет сушить в этой ультрафиолетовой лампе, тем выше у нее риски. Причем эти риски некоторые специалисты описывают не просто в разы, там в 2-3 раза, они уже в десятки раз описывают вот эти самые риски. Поэтому гелевое наращивание опасно не только своими вот этими вредными веществами, да, которые входят в состав лака. Не только тем, что и лак, и ультрафиолетовая лампа пересушивают нашу ногтевую пластину, и, соответственно, мы потом не можем долгое время восстановить ногти. Они истончаются, они деформируются, они даже не могут расти нормальной формы, да, как это было до гелевого наращивания. Но то, что мы с вами из-за вот этой ультрафиолетовой лампы, из-за этой сушки повышаем риски развития рака. Рака, прежде всего, кожи возле ногтевой пластины, поскольку ультрафиолет в такой даже дозировке, даже в таком воздействии, там порядка двух минут на один ноготь, да, вызывает уже мутации ДНК, гибель клеток, да, и, соответственно, да, кстати, я забыла сказать, что эти же лампы вызывают фотостарение, поэтому женщины, чьи руки, да, попадали под лампы, несмотря на то, что мы стараемся сушить ногти, но ультрафиолет воздействует и на кожу выше, их руки будут выдавать возраст, сколько происходит фотостарение кожи рук. И, несмотря на то, что многие женщины делают гелевое наращивание для того, чтобы выглядеть моложе и ухоженнее, на самом деле, благодаря опосредованно, да, вот гель-лаку, благодаря тому, что мы сушим в ультрафиолетовых лампах, мы очень сильно старим кожу своих рук. И это обязательно скажется на внешнем виде, это обязательно проявит себя в виде морщин, в виде пигментации на рук, да, и не дай бог, да, не дай бог, не хочется об этом говорить, но риски онкологии. Поэтому я надеюсь до вас донесла, и поэтому отсюда мысль, во-первых, следует подумать, может быть, есть какая-то альтернатива, да, стоит ли нам делать постоянно наращивание, гелевое наращивание ногтей, несмотря на модные тенденции, несмотря на то, что это удобно, да, все-таки риски для здоровья, они и есть, и стоит задуматься. Это первый момент. Второй момент, даже если вы делаете гелевое наращивание для того, чтобы ваши ногти не деформировались, для того, чтобы вы их фактически не потеряли, потом долгое время не восстанавливали, нужно обязательно делать перерыв. Вот если в течение года вы делаете гелевое наращивание, хотя бы 2-3 месяца должны быть перерывы, когда вы снимаете гель-лак, и ваши ногти могут дышать, вы их в этот момент можете восстанавливать, да, делать всевозможные домашние маски, просто втирать готовые кремы для рук, там, для кутикулы, для ногтей, вот, или использовать специальные лечебные лаки. По поводу лаков, снова-таки, да, есть лаки, в которых кальций содержится, есть лаки, там, с кремнием, есть лаки и селен, я уже читала, туда добавляют и так далее, и тому подобное, но это все-таки лак, я за то, чтобы у вас был какой-то момент, когда вы ничего, абсолютно ничего на ногтевую пластину не наносите, для того, чтобы она действительно могла просто подышать, да, поконтактировать с водой и просто-напросто, чтобы вы могли в нее втирать какой-то уходовый крем, то есть делать перерывы, а в идеале каждый полгода делать хотя бы на месяц, на полтора, на два перерыва. Я понимаю, что это неудобно, что мы привыкли к гель-лаку, что это кажется нам очень легко, удобно и красиво, действительно, возможно, это и так, но еще раз, смотрите, вы можете иногда прийти к такому плачевному состоянию ногтей, когда невозможно их будет несколько месяцев просто-напросто восстановить, да, и плюс они настолько деформируются, что уже не могут расти в нормальной форме, не какие-то квадратные, не какие-то горбатые, они постоянно слоятся, они постоянно разрушаются, а почему так? Потому что мы с вами под воздействием ультрафиолета разрушаем и кутикулу, она просто-напросто не может наш уже палец, да, формировать полноценный ноготь, даже если мы с вами пьем тоннами какие-то минеральные добавки, какие-то витамины, какие-то специальные комплексы, об этом тоже нужно помнить, необратимые процессы от воздействия ультрафиолета. Ну и в конце концов, да, если мы с вами, вот, обращаются ко мне, да, вот есть уже проблема, что делать? Очень часто обращаются с тем, что ноготь начинает расслаиваться, и там получаются полости воздушные. Это не грибок, а вот такое состояние, когда ноготь расслоился, и там полость, да, или же ногти очень ломкие, становятся неправильной формой. Я здесь приверженец того, чтобы медленно, но уверенно каждый день, да, ухаживать за своими ноготками как? Втирать кремы, да, делать какие-то домашние маски, банально, оливковое масло, органовое масло с лимонным соком тоже очень хорошо укрепляет. И выращивать здоровый, по возможности, полноценный ноготь. Вот только когда мы с вами вырастим ноготь, вот только когда у нас с вами отрастет вот эта вот полость, да, если все получится у нас удачно, тогда мы с вами можем уже смотреть, да, стоит ли нам опять делать гелевое наращивание. Но иногда этот процесс длительный, несколько месяцев, а то и лет, да. Когда я вот говорю, один год наращивания мне стоил того, что я уже два года пытаюсь отрастить ногти, они у меня все вот такие корявенькие, загибаются, они у меня слоятся. И это все связываю с последствиями гелевого наращивания. Поэтому что могу посоветовать, да, набраться терпения, силы терпения, просто-напросто, как наши мамы, бабушки, ухаживать за ногтями. Делать, кстати, солевые ванночки, то же самое будет полезно с морской водой, с добавлением эфирных масел, с добавлением просто базовых всевозможных растительных масел. И вот только так, чередуя уходовую косметику, домашние всевозможные маски, ванночки, для с вами можем запустить процесс, когда ногти начнут восстанавливаться. И еще раз напомню, пока мы с вами не отрастим полноценный здоровый ноготь, как это было до гелевого наращивания, снова-таки возвращаться к гелевому наращиванию не стоит. Ну и вообще, в целом, нужно задуматься, стоит ли рисковать своим здоровьем для того, чтобы у нас были красивые ногти, да, может быть, просто подпиливать их иногда, чтобы они выглядели естественным образом и без всякого гелевого наращивания. Ну а теперь минутка благодарности. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие зрители, за ваши донаты, за ваше спонсорство на моем канале, за ваше суперспасибо. Я напомню, что последний год все эти деньги идут на помощь харьковчанам, которые пострадали во время боевых действий, которые остались без жилья, которые получили ранения. Также мы поддерживаем стариков, мы поддерживаем тех пенсионеров, которые являются опекунами своих малолетних внуков. Ну и по возможности мы помогаем животным. Поэтому спасибо вам большое за поддержку харьковчан через мой канал. Ну и напомню, что ваши донаты вы можете оставить любым удобным для вас способом по ссылкам, которые есть в описании под любым видео. Еще раз, огромнейшая вам благодарность от меня. В общем-то, сейчас дилемма, но не удивлюсь, если через несколько лет количество онкологии, связанной с применением гелевого наращивания, особенно с сушкой в ультрафиолетовых лампах, вырастет. И, кстати, где-то была информация про участницу конкурса красоты, у которой обнаружили вот этот самый редкий рак кожи возле ногтевого ложа, да, возле ногтевой пластины. Вот, и это четко было связано с тем, что эта красавица долгое время делала гелевое наращивание для красоты. Ну вот стоило ли оно того. Так что вот такая вот для вас информация. Берегите себя, берегите свои ноготки и будьте здоровы!